Здравствуйте! Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Сегодня в Киеве состоится встреча президента Украины с делегациями из Донецка и Луганской областей. Представители легитимной власти Донбасса, в частности мэры некоторых городов, а также региональные политики и бизнесмены, обсудят с главой государства ситуацию на востоке страны и пути ее регулирования. Эта встреча – один из шагов налаживания диалога во имя мира в регионе. Накануне Петр Порошенко обещал в скором времени обнародовать мирный план. Ключевой элемент программы – прекращение Украины огня в одностороннем порядке на непродолжительное время, для того, чтобы дать возможность боевикам покинуть страну. Президент Украины Петр Порошенко доволен началом плодотворного сотрудничества с парламентом и поддержкой депутатами его кандидатур на должности главы Генпрокуратуры, МИД и НБУ. Во время представления кандидатов президент отметил свою преданность принципу парламентско-президентской республики и сообщил, что планирует в ближайшее время начать встречи с фракциями. «Тесное взаимодействие, тесная координация действий между президентом Украины и Верховной Рады стала тем примером, которого нам очень не хватало последние годы». Директор МВФ Кристин Лагард поздравила президента Украины Петра Порошенко с избранием нового главы НБУ и заверила в поддержке действий украинской власти, отметив при этом настрой на плодотворное сотрудничество. Подробнее о работе народных депутатов мы узнаем от Веры Свердлыка на Верховной Раде с самого утра. Вера, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Катя, расскажу тебе о том, как проходило голосование. За Виталия Ярему как нового генпрокурора проголосовало 329 депутатов, за Павла Климкина, министра иностранных дел, проголосовало 335 парламентариев. В этом случае не голосовали только «Свободовцы» и «Коммунистическая партия». А вот за главу НБУ Валерию Гонтареву голосовали все и поддержка у нее в 249 голосов. Ну и если Виталий Ярема и Павел Климкин в политике более-менее известные люди, то Валерия Гонтарева среди чиновников новенькая и сама об этом открыто говорит. Предлагаю послушать прямую речь. Могу сказать, что таким образом вы поддержали президента, потому что меня никто из вас, честно говоря, не знает. И тем более это особенная для меня ответственность. Я могу сказать, что 20 лет моей жизни я действительно отдала развитию финансового и банковского рынка нашей страны, поэтому меня знают более в узких кругах. Я думаю, это сегодня для них может тоже очень позитивный сигнал. Более того, я надеюсь, что это реально позитивный сигнал для международных инвесторов, поэтому что 15 лет из 20 своей жизни я развивала иностранные банки на территории Украины. Тем временем в Куларах депутаты уже активно делятся своими ожиданиями от работы новых чиновников, к примеру, от Валерии Гонтаревой, они ожидают действий, направленных на стабилизацию банковской системы, а также укрепления курса национальной валюты. А от Виталия Ярема ожидают поддержки законопроекта о реформировании прокуратуры, генеральной прокуратуры. Соответствующий законопроект может появиться в сессионном зале уже на следующей пленарной неделе. В целом же новыми назначениями депутаты остались довольны, после чего перешли к работе по повестке дня, во втором чтении уже проголосовали за законопроект, который вводит уголовную ответственность за финансирование сепаратизма. За такие действия теперь можно получить от 3 до 7 лет лишения свободы. Ну и в конце утреннего заседания депутаты перешли к обсуждению законопроекта, который может позволить перевести валютные кредиты в гривну. Напомню, именно на голосовании за этот законопроект с самого утра настаивают люди, которые собрались под стенами Верховной Рады. Однако окончательного решения по этому вопросу пока что нет. Заседание, утреннее заседание уже подходит к концу. На вечерние депутаты вернутся в 4 часа вечера. Катя, передаю слово тебе. Да, спасибо, Вера. Следим за событиями вместе. Ну а я продолжаю выпуск. Однозначно за. Такая реакция на назначение Валерия Гонтарева на должность главы Национального банка Украины. Впервые руководить регулятором назначили женщину. Ее хорошо знают как отечественные, так и зарубежные финансисты. Подробности смотрите далее в сюжете. Инвестиционный банкир с огромным опытом работы в финансовом секторе и хорошим имиджем, как в Украине, так и в мире. Первое, что говорят эксперты о новом руководителе НБУ. С 2007 года Валерия Гонтарева руководитель инвестиционной компании, а до этого работала в банках с участием иностранного капитала, где отвечала за деятельность на международных рынках. Успешное сочетание навыков в банковском и инвестиционном бизнесе вселяет уверенность, что финансовая система Украины получила компетентного и прогрессивного топ-менеджера. Сегодня мы видим абсолютно новое лицо в государственных финансах. Гонтарева является инвестиционным банкиром, и это только говорит о том, что президент видит перспективу, перспективу для государства и перспективу того, что мы рано или поздно станем инвестиционно привлекательными. И спрос на инвестиционных банкиров в этой стране будет достаточно высокий. Возрождение доверия к банковскому сектору, очищение и консолидация системы повышения ликвидности, задачи, которые переходят в наследство новоназначенному главе НБУ. Пожалуй, самой важной из них является докапитализация банковской системы, потребность которой, по разным оценкам, составляет 60-70 миллиардов гривен. И опыт работы Валерии Гонтаревой на рынках капитала поможет решить эту проблему, отмечают эксперты. Наверное, назначение человека, который отвечал за привлечение капитала, за привлечение долгового финансирования, который разбирается и понимает в этих вещах, в этих тонкостях привлечения, это наиболее лучший вариант. Улучшить условия для притока капитала в банковскую систему. То есть ее профессиональная задача, которой этот человек занимался последние, наверное, 5 лет или 10 лет точно. Для решения поставленных задач Валерии Гонтаревой необходимо в первую очередь собрать вокруг себя сильную команду профессионалов, говорят финансисты. Впрочем, зная ее менеджерские способности, сомнений в этом не возникает. Еще эксперты отмечают политическую незаангажированность нового руководителя НБУ, что поможет принять иногда жестких, но необходимых решений. Она менеджер, причем жесткий менеджер. Она полностью способна принимать эти решения. И, по моему мнению, с этой точки зрения решение президента выдвинуть именно кандидатуру человека, который не связан с банковским сектором и не завязан на наших политиках, это решение абсолютно правильное, и оно может дать позитивный результат. Валерия Гонтарева – первая в истории независимой украины женщина-руководитель Национального банка. Коллеги-финансисты не сомневаются. Профессиональный опыт, принципиальность, быстрота в принятии решений помогут ей справиться со всеми вызовами. Караман Ковтун, Владимир Нестерчук, БТБ Доходы госбюджета за 5 месяцев этого года выросли почти на 12%. Об этом свидетельствуют данные в Госказначействе Украины. В общий фонд государства с января по май зачислено 131 миллиард 828 миллионов гривен. В специальный фонд поступило около 18 миллиардов 800 миллионов гривен. Сумма неналоговых поступлений в общий фонд госбюджета с начала 2014 года составляет более 28 миллиардов гривен, а это превышает плановые показатели на 4%. Также в Госказначействе сообщают, что в течение пяти месяцев этого года возместили НДС более чем на 18 миллиардов гривен. Работники завода «Антонов» требуют от президента Украины Петра Порошенко оставить на должности главного конструктора предприятия Дмитрия Киву. Несмотря на его пенсионный возраст, по словам митингующих, которые собрались под стенами администрации главы государства, именно Кива внес неотенимый вклад в развитие украинской авиации. Именно он знает всю специфику работы завода. В администрации президента митингующих заверили, что их требования будут рассмотрены в ближайшие дни, и все решения будут обоснованы исключительно законом. Мы будем предлагать Кабинету министров предоставлять в соответствии с законодательством ответы на обращения трудового коллектива завода «Антонов», которых, как мы поняли, от Кабмина не последовало. Со всеми этими обращениями мы обсудили ситуацию. Будем докладывать руководству и надеемся, что мы достигнем договоренности. Основные требования оставить генерального конструктора государственного предприятия «Антонов» на должности. Дело в том, что приказ Министерства промышленной политики он отстранен от занимаемой должности. На предприятии этого приказа никто не видел. Нам его не доводили. Причины не сказали. Это в то время, когда наши предприятия успешные, развиваются. Японская корпорация МИЦУ готова участвовать в строительстве ЛНЖ-терминала в Украине. Об этом сообщают в Государственном агентстве по инвестициям и управлении национальными проектами. По словам главы ведомства Сергея Евтушенко, японские партнеры займутся поставками оборудования и предоставлением инжиниринговых услуг. Ранее корпорация уже занималась сооружением подобных объектов в Японии и России. Ну и на этом у меня пока все. Спасибо, что вы с нами и до встречи.